Нурглиты, может, медленно и запрягают, при этом еще медленно едут, но как минимум точно будут долго двигаться. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус, и никакие нас вот эти интриги не остановят. Тут уже, если, если болезнь запущена, то она запущена на максимум. Во всех смыслах этого слова. Запустить болезнь. Что может быть приятнее для нурглитов? Так, давай атаку. Давай тебе здесь берем атаку. Остальные, на остальные уже походили. Остальные свое дело сделали. Остальные молодцы. Кстати, с вампирами, ну, мы территорию можем этим забрать, да? Может, даже кому-то подарить. Но вот удерживать мы их не сможем. Может, и стоит разрушить целиком и полностью. Просто все это. Наверное. В общем, сейчас решим. Решим по ходу. По ситуации. По ситуации по ходу. Мозго-червь. Протец. Готов всем подарить свою любовь. Даже тем, кто обидел его друзей. Он прислал вам особого червя, который сперва влезает в ухо выбранной вами жертвы, а затем доберется до самого мозга. После полученного достаточного урона, ваша цель будет к вам гораздо благосклоннее. Так, можно дзинчи туда же эту личинку подсадить. Ой, какая интересная тема. Но давайте власть имущему. Пронести мозгового червя мимо стольких слуг и охранников задача не из легких. Но если вам удастся заразить того, кто правит целой империей, все ваши усилия окупятся сполна. Ну, сказать, что он империей правит, ну, такое себе. А Зазель там максимум замок себе один урвал и все. И жалко где-то путешествовать. Проще всего подсадить червя кому-то из низов, чтобы тот потихоньку распространял вашу заразу по своим землям. Но мне кажется, описание чуть-чуть поменяли местами, да, в данной ситуации, словно... Как-то не смотрится. Не, ну, я согласен-то в целом со стороны норглитов, что дзинчиты это низина пищевой цепочки прям низище, да? Днище-низище, но... Но не все же так тут просто в этом плане. Однозначно не все. И от этих ворот еще может исходить угроза неплохая, на самом деле. Что меня немного напечалит. Немножко, но все же печалит. Так, а давайте сейчас снова... Небоевые потери подсадим. И ветромагии у тебя. А я нам будем подворовывать. Могу здесь. Чик. Чик. Все. Судьба плет, пусть... По-судьбе плетит мне тут. Познакомим его. С нашей лучшей кашей. Ну, а этот в замок засел. И, кстати, первую победу обещают. Но в целом не сливают никого. Доверимся ему тогда и... Че нам напрягаться? Правильно, правильно. Жаль, трепещу все дают. Ну, город-то и не особо высокого уровня. Удивительно, что, кстати. Удивительно. Так. Ну, давай ранение дальше. Качаем все, что есть. Качаем все, что уж осталось. Некогда нам воротить здесь нос. Великий Герцог. Не соизволите ли посидеть чуть-чуть там. Бестроган. Как бы сейчас нам помогло тут возможность прыгать, да? Через горы. О, я говорю, долго. Зато уверенно. Катится нас. Шарик. Наш шарик катится уверенным. Дай сюда. Создадим культ. Тут деньги нужны нам. Денги, денги, денги. Хотя, по-хорошему, тебе вот сюда надо будет, наверное. Я здесь просто... Ну, восстание. Если автоматом давятся, деньги к нам приходят, да, считай. Халявная копеечка. Но я-то забываю про осаду в этом регионе. И в итоге получается, что лично биться вынужден я. Очередные восстания нас ждут. Так, с Кавен и договариваться не будет. Дим, с вами тоже. Ну, с петушарой уж тем более. Сдаем ход. То есть, в целом, вообще, Кайрос в качестве вассала это прикольная была бы тема. Но он же начнет с этой гадости против нас использовать всем. Разрушенные врата меня тоже полностью устраивает. Там я немного потерял. Да, мне дикс этот указ копеечку, скажем так, приносил. Но в остальном, чего ты добиваешься? Тебе все равно не добиться успеха. Неудивайся. Да, мне ничем приносится. Наши конкурстры. Стрелки. Тебе полетли на верхах. Так есть контакт. Так, он пристрогал, бегал бы тыщет так бы. Ммм, а ты здесь возродился? Блин, ты даже дальше возродился, чем... Чем был? То есть вроде бы по расстоянию, да, он близко. Но обходить же эти горы. Это система с восстановлением, ранением. Его на вертолете, судя по всему, доставляли сюда. А вот так, это агент. Распространение скверны, тогда берем дополнительно. Имперская дорога, где-то уникального ничего нет. Здесь обязательно нужна стена. Восстание, хотя не обещают, но... Пять час не обещают. О, а тут построено уже, подожди. Может, договоримся все-таки, слушай. Вдруг... Могли бы договориться, сволочь-то редкостная, но он взял тоже военную там постройку возил. Придется перебивать. Придется дополнительно что-то возводить. Ценность для него, чтобы имело это поселение. Ох, какие толпы идут. В целом, как раз встретимся. Как раз в этом поселении, я надеюсь, мы встретимся. Вот из минусов, разве что, помои он может забрать. Помои... Ну, словно уже... Там такая толпа трется. Солидная. Пиздаем фото. Пока интрига, не смотрим, куда кто ходит. Уже можем себе такое позволить. Хоть играюсь по-прежнему. С едой. Поселение в осаде. О, не проспал. Замечательно. И халявные денежки нам на счет упали. Как раз город улучшать стоит, я думаю. А куда делись армия? Почему они развернулись? Чего это они вдруг испугались? Я практически был уверен, что они эти помои заберут. Но слишком такой прям... Должен был быть лакомый кусочек. Территорий. Доступный и незащищенный. Ну и сюда. Тогда на следующий ход, если дотянешься. Хотя не дотянешься. Обидно. Обидно. Хоть и не видно, да? Тебя уже, что ли, герцог, начать выгуливать. Сидишь? В носу ковыряешься. Не, ну тоже так угодно. И новую дело, да? Ну, угол этого одобряет. Ну, угол это поощряет. Но все. Но все же. Мог бы быть полезнее. Все. Не культы строить нужно нам. А как мы будем это делать? Строить или не строить? Вот в чем вопрос. Плани телепортировать? Когда? У петушара тут-то бегает еще. Но под боком он не так страшен. Сюда еще вернемся. Но у нас и эта армия вдруг... Разрастаться вздумала. Чего бы это вдруг? По-хорошему город хотя бы до четвертого уровня раскачать. И тогда я могу герцога уводить. На четвертый уровень еще не скоро будет. Дан. А вроде здесь мерзавцы. Вы как активно. Еще черепаха во вратах. Как ни крути, но их сломать надо. Слишком они могут быть опасными в итоге. Иди нафиг. Плюх тебе обломаем. Сколько бы тут на нас врагов не натравливал. Ну тебе плюс-то точно пообломаем. Вот это вот опасная личность, кстати. Да. Если соберет себе банду, то может навести шороху. Плюх тебе. Оттуда тягиваешься. А ты так-то молодец. А ты прям порадовал меня сейчас, порадовал. Ну вот он опасен. Безусловно опасен. И сюда надо бы отправить. Потому что мне кажется, когда пойдем вот этот небольшой поход на куриную печень, то нам придется ну здесь какой-то территории пожертвовать. Либо нанимать там армию экстренную. Мою. Мою экстренную армию. А здесь территория, интересно, благоприятный или не особо. Может тебя отправим как раз на расследование. Если все пройдет хорошо. Как там оценивают предварительно? Никак? Никак не оценивать. Ну пошли посмотрим. Ну в принципе первую победу и при этом никого не теряет. Шикарный расклад. Возвращаем себе кровавый пик. Негоже этому городу. Не под нами ходить. И кугат объявляет еще одну войну. Ну то есть мы сейчас пернатых изводить будем на всю катушку. Ты с кем-то воюешь? Блин, а у него еще союзы нас с крысами, да? С тех крыс собрал с собаком. Блин, но этого пернатого давить надо. Но у него вот эти вот друзья подпишутся. В том числе инкаре. Инкаре точно-то впишется за него. И они ни с кем не воюют. Это прям благодать. Сейчас. Это офигеть что за повод ему? И никак я не поспособствую тому, чтобы начать конфликт. Но он вроде бы куда-то пошел. Возможно с Кислевым сейчас будет выяснять отношения. Давайте чуточку подождем. буквально самую малость. Мы хотим просто чтобы в нашей разборке с пернатыми никто не вмешивался. Это наша корова и мы ее будем ощипывать. Такие вот коровы у нурглитов либо у дзинчитов, да? Как посмотреть на эту ситуацию? Гора скалистая. Вот пожиратели. Хотя мне там во втором случае тоже нужна оборонительная постройка. вроде бы порядок идет вверх. Переживать на этот счет пока тогда не стану. Наблюдаем. Наблюдаем. это самое перемирие. Давить с этой стороны мне бессмысленно. Сейчас я по горам не хочу лазить. Территория твоя не сильно благоприятная для меня. Можем и договориться. То есть все территории которые я хотел я забрал. Все территории которые у меня были нужны уже уничтожены. То есть там у этого есть городишко который бы я бы вот как-то вот все-таки бы реквизировал. Но это максимум. что бы я хотел у этих угров там-то. И они мне нафиг не нужны. Ровным счетом. Но я могу попытаться забрать допустим у тебя а я ничего не могу. Самое интересное кровавый пик могу отдать. Но туманное ущелье забрать я у него не могу. Но несправедливо согласитесь. Хотя может из-за лагеря считается что я могу кровавого пика дать. Аля как ватили было с этими кочевниками. Может быть и так. Ну поселение сейчас бы отжать очень было бы здорово. Можем на петуха натравить его. Но он боится. Не он еще тот жим жим. Он петушару боится и катается уж тем более только деньги только копеечку с него можем взять. Ладно давай платим плати деньги эту армию как раз развернем накататься чтобы освободить наконец-таки нашего тамурхана и я с этой точки зрения вот он там сейчас увязнет еще конец кассей так тошнотворная вот вся гадость давай разносчиком возьмем моя граница предлагаю пока что остаться в рамках моих владений у тамурхана какие предложения будут тамурхана пока предложений немного пошли на вратах разберемся с ними и потом откуда уже телепортируемся план вроде бы неплохой а ты рудник и наньяна забрал меня смотри какая мелочь ничего страшного неприятность это мы переживем так-то ты даже мне гарантировал никто не тронет и все никак никому не объявишь войну неправильно неправильно это объявляю же войну время не ждет опять боевой отряд но пока боевой отряд живой может он эту армию не дернет никуда но с другой стороны а что ему мешает сделать там нету каких-то полчищ ровным счетом ничь ай у меня по идее вот тут же как раз они у нас следующий ход шикарно пульт создадим обсудить выплаты забудь создаем путь и этого же разведчика я отправлю чуть чуть дальше на восток посмотреть что у нас тут с климатом то что это поселение благоприятных или возможно и остальные тоже но сейчас этим в любом случае заниматься я сразу не стану ух ты сразу готов в бой прям что за боец а давай подходи ближе обратимся к котлу великому и могучему чтобы не застаивались другой стороны конечно это тоже в радость нурву застаиваются мы заразим чумой достойное поражение рисуют можем посаждать чуть-чуть сделают вылазку или нет но по идее должны делать вылазку вроде бы как бы у него даже по героям преимущество есть с другой стороны вот здесь уже культ не сильно мне нужен я отправляю армию которая с данной провинции так-то совладает сейчас правильно и куда нам отправлять потом тебя ведется на обратно уводить в горы суткой раз перекрыл проход рейс диспет где же где же где же но вот они воюют прям активно разбитые колесики по которым как раз таки и хотелось бы ударить они как в этот конфликт не вольются и опять же сын корид тут начнется замес прям м жесточайший замес 1 победа даже кого-то сливать не предлагает вот как и феликс условий ну погнали погнали сразимся битва будет знатная зачем заражал да скажите это просто так на самом деле на всякий случай если вдруг придется отступать если не захочу драться слишком невыгодная будет ситуация для драки ну тогда тогда как раз в любом случае пусть страдает мы можем себе просто это позволить добавок ко всему чуть ли не каждый ход зарождать зарождать ну и зарождать тоже нургл это такой зарождающий демон подойти к этой точке подойти чуточку ближе у него артиллерия так то тоже хорошо есть но здесь другой стороны мы можем пехоту прикрыть деревьями что касается кавалерии пусть бегает в этот раз в нашу элитную команду мы не возьмем рогатого нафиг не сдался к бегает и хнычит постоянно бегает и хнычит хнычит и бегает маги это его полезно вот самом чуть что сразу будет из себя жертву и они еще и все суда забились какая интересная схема сказать бы что ожидаемо ну с одной стороны да с другой стороны искусственный телек порой кредит непонятно поступает поэтому не знал к чему готовится наверняка ждем пушка подтягивайся ближе наверное всю пехоту тоже придется ближе подводить тут неудобно будет герою работать у нас и не интересует зато а нам вот в этом лавраге уже неудобно работать рукам вот это стреляешь шай важ бом лакал 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 jest лакал тебя видно ты паришь всю контору тебя видно ты паришь тебя видно ты паришь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю уйти за лес Потому что мы сейчас их накроем здесь без проблем Субтитры создавал DimaTorzok Давай-давай-давай, активней! Кроме тебя, естественно Эти все равно кидаются, блин, на бедолагу Ай, наверное, воронье сначала накинь Потом уже эту гадость Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 На это все Даже в царство нургла не особо хочется Судя по всему возвращаться Нашли себе Местечко Хотя вот тут толпа убегает Ну, вроде бы в основном покоцаная Так что вот Можно не заморачиваться можно не заморачиваться 26000 урона все-таки он больше нанес да и это сопоставимо с пушкой пушка в целом убила по сравнению с тем что могла но тут нужно прям очень хорошо ее контролить порой за каждым выстрелом следить нас такой возможности с этой армии да и катается не дают артиллерия достаточно мощная просто так не подберешься все равно пару залпов могут дать и пехоту наступить если полностью в армию монстров героев уходить то там вообще плевать цента даже их фейерверки как контр батарейная борьба вообще бесполезные щекотка читай правда фигурку бывает и царапка да там ситуация куда более жестокая но мы ее не рассматриваю у а готрек пал феликс бежал а готрек пал поселение захвачен наконец-таки телепортируемся но по факту наверное сейчас все-таки телепортируемся куда к вампирам до или не наших заядлых врагов попытаемся кошмарить заядлых то врагов все равно сейчас быстро мы не уничтожим но зато разом можно два города у него еще одно поселение что явилось меня отжал этим радуются довольствуются и россии на а и россии на эти бесят прям ни с кем не воюет максимально выполняет свою работу хорошо но что у нас по вам темных и лесных это нет только технологии сейчас изучаем зверолюдов у граф тебя доберемся вот здесь армии графа вампиров ну чтобы чуть догнать можно и тебя тебя давайте сейчас займемся долиной типа тут разрушить поселение придется вместе со своим культом недальновидненько так то в итоге я поступлю а здесь значит строим или порт где восстание восстание в перекрестке восстание в перекрестке ну слушай давай договоримся серьезно представляете насколько не хочет кто-то тут возвел такого а ты тоже живу вторую военную постройку а да уж ну вот и позволил руинам тут просуществовать слишком долго неправильно было решение то еще восстанию я уже расходится я уже в печали так первого победа победа самое главное брата им не взять хорошо а зазель оказался там где надо в этот раз а тут он был столицу заберет на столицу в целом может взять а может и не взять где они лично он в любом случае возьмет ослабить его армию если я возглавлю оборону ну значительно ослабим и дальше наверно уже угроза от него не будет исходить это тогда следующей серии биц победы не будет победа она может только снится но мы не дзенчит и чтобы в мечты вот эти верить правильно на все практичные прагматичным просто пытаемся нанести ему максимальный урон и потом спокойно ждать когда он восстанавливает свои силы может еще не разрушит города разграбит и захватывать не станет может такой рандом случится вкусный интеллект в общем будем друзьям и ждать и уже смотреть по факту на этом все до скорой встречи всем добра пока пока